всем привет в данном уроке вы узнаете про основные форматы с которыми работает векторный редактор о том как правильно сохранять и узнаете небольшой лайфхак о том как правильно создавать файл для работы с популярным платным редактором Adobe Illustrator и так давайте все по порядку основным форматом для Inkscape является формат SVG данный векторный формат он без проблем открывается как в Adobe Illustrator так и в CorelDRAW но также есть возможность у Inkscape сохранять в популярных форматах таких как PDF EPS и формат для Adobe Illustrator AI хотя прямой возможности нет я в конце расскажу как правильно это сделать и данную информацию я узнал в блоге одного американского дизайнера итак смотрите если вы решили сохранить формат SVG то вот в моем случае вы видите имеется у нас страница формат А4 в которой расположены четыре пять рядов с кружками и за ее пределами за пределами данной страницы находятся квадраты надписи и две картинки то есть если вы сохраните в формате SVG то все вот эти вот изображения и текст они также будут сохранены и откроются точно также если вы хотите сохранять в формате PDF EPS то вы должны запомнить что у вас откроется только то что находится в пределах данной страницы то есть ни картинки не квадратики не надписи отображаться не будут теперь давайте посмотрим как правильно сохранять заходим в меню файл сохранить как и вот внизу у нас есть выпадающее меню выбираем здесь PDF можете назвать переименовать файл так как вам нужно жмем сохранить и у нас появляется вот такое окошко настроек формата PDF по умолчанию здесь версия формата PDF 1.5 так я оставляю ничего не изменяю по вот этим вот пунктам строить шрифты либо текст кривые без е нужно запомнить такой один момент что если у вас в системе установлен какой-то шрифт не системный вы скачали с интернета и установили вашу систему то если вы создали текстовый документ ну либо какую-то визитку либо баннер и выставили вот данный параметр строить шрифты сохранили и отправили человеку у которого пускай тоже будет инскейп либо другой векторный редактор то если шрифты которые установлены у вас у того человека не установлены то скорее всего текстовые файлы откроются неправильно то есть в случае с тем человеком векторный редактор вместе с системой подставить какой-то системный шрифт и в принципе нарушена будет гармония то есть это отобразится не тот шрифт который вы у себя установили поэтому надо либо сразу во время работы перевести текст в кривые либо поставить вот эту галочку текст кривые обезья и тогда текст уже редактироваться не будет то есть вы не сможете изменить данный текст но зато у человека который откроет данный файл он откроется именно так как вы его сделали именно тот шрифт те начертания наклоны и так далее дальше что нужно галочку здесь я не снимаю она идет по умолчанию здесь по умолчанию стояла 96 dpi для качественной работы должно вы должны установить параметр 300 все остальное ничего не изменяю так как и было так и оставляем жмем ok и у нас сохранился наш файл pdf точно также сохраняем формат и ps это тоже графический популярный формат который частенько используется во многих типографиях это же он открывается как и доп иллюстратором так и corel draw чтобы сохранить в нем точно так же поступаем файл сохранить как выпадающим меню выбираем наш файл и ps тоже меняем название файла если нужно и жмем сохранить и выпадающие такое же меню пол появляется так же как и в случае с pdf тут тоже самое все те же самые настройки единственное что только верхний выпадающий не pdf а по скрипт level вы его оставляете по умолчанию также 300 dpi также текст криво и безе если нужно и сохраняем так теперь что нам нужно запомнить для того чтобы у вас файлы созданные wingscape без проблем открывались в адопе illustrator либо в corel draw то вы должны запомнить такую вещь что вот есть две картинки одна картинка вот такой цыпленок птичка в котором есть градиенты тени небольшая полупрозрачность вот в отражении в тенях данный файл без проблем в моем случае открывается в удобе illustrator а вот второй файл в котором вы видите сзади данной данного баннера есть тень такая размытая так вот чтобы максимально корректно файл открылся в перечисленных редакторах платных и доп иллюстрейтер либо corel draw вы должны по минимуму делать всякие размытости всякие градиенты прозрачности и тому подобное то есть в данном случае размытая тень она откроется в удобе illustrator если откроется то будет просто черный цвет на заднем фоне без размытостей поэтому получается если вы сделали вот в данном случае выглядит красиво то в случае открытия данного файла в удобе illustrator она будет открыто некорректно и клиент который заказал вам данную работу может быть недоволен поэтому вы должны максимально убрать все вот эти вот моменты которые вам рассказал то есть не использовать данных работах размытость и сократить по минимуму градиенты и прозрачности хотя в случае вот с красной птичкой то здесь есть и градиенты и прозрачности но данный данная картинка открывается без проблем вот такой момент вы должны учитывать и теперь лайфхак который я хотел вам рассказать о том как правильно сделать файл для формата для работы с редактором adopt illustrator если с форматами svg pdf и и ps векторный редактор инске и работает то с форматом а и он не работает что для этого нужно вот мы сохранили наш файл pdf и вот давайте посмотрим как и вами говорил что в случае из pdf и ps будет сохранено только то что находится в области данной странице вот мы открываем и вы видите что только наши кружочки все что было вне данной странице она не отображается можно конечно отправить данный файл для обладателя adopt illustrator либо заказчика в таком формате но чтобы вообще проблем не было и не возникали вопросы у заказчика можно что сделать мы просто изменяем вот это pdf на а и свойства и пишем просто вместо этой надписи пишем а и и сохраняем закрываем все в данном случае у нас расширение файла поменялось с pdf на а и и теперь если мы перейдем в идоп и illustrator и захотим открыть данный файл вот он вот адопали и illustrator открываем и открывается наш файл без проблем и то что было в области данной страницы она тут так и осталось поэтому вот такие советы такие моменты вы должны запоминать думаю урок был полезен информативный если вы на канал еще не подписались подписывайтесь ставьте лайки жмите на колокольчик и вы всегда будете знать первыми о выходе новых видео на этом всем удачи спасибо за внимание